экспертов. Обязательно задавайте ваши вопросы. Алексей. Я начинаю. Отлично. Друзья, сегодня будем немного именно об общении с сотрудниками. О чем конкретнее? Я рассматриваю антикризисные коммуникации как часть системы управления изменениями в компании. Мы пытаемся договориться временно затянуть пояса. Получаем в ответ истерику. Договариваемся и ставим перед фактом, что все переходят на удаленку. В итоге вместо повышения производительности труда получаем демотивацию, падение производительности, куча оправданий о том, что дома никакой возможности работать и так далее. Внедряем воронку, сценарии, скрипты, KPI, стандарты контроля, например, в отдел продаж. Получаем скрытый или периодически открытый саботаж у многих моих. Корпоративных заказчиков или попытки постоянные, постоянные попытки обыграть систему. Устанавливаем CRM, учет сделок все равно ведется в Excel, в блокнотах. Пробуем надавить, заставить в конце концов. Получаем шантаж, саботаж, истерику и увольнение. Уважаемые руководители, кто присутствует здесь сейчас, поставьте, дайте какую-то реакцию. Кому эти ситуации знакомы? Можно просто один плюс, можно два плюса, можно просто написать «да» и так далее. Вижу, отреагировали. Спасибо, друзья. Итак, программа мастер-класса. Для начала будем говорить о профилактике сопротивления. Что сделать для подготовки почвы до официального объявления о каких-то изменениях в вашей компании, в стиле работы сотрудников и так далее. Мы с вами, если давно работаем, если больше года работаем руководителем, то наверняка встречались с такими ситуациями, что даже если сотрудники должны начать больше зарабатывать, даже если условно, возьмем мои любимые отделы продаж, внедрение CRM или скриптов, сценариев должны привести к тому, что у сотрудников будет больше сделок, больше продаж, а значит выше зарплата, а все равно любое изменение в системе работы встречается с сопротивлениями. Будем говорить о профилактике. Дальше. Дойдем до этапа озвучивания. Официальная презентация любого проекта изменений. Я дам один из методов деловой риторики к подготовке официальной презентации. Как сделать ее убедительнее? Эффективная структура. Покажу, как отработать страхи. А, будет только хуже. Да и как дать понять, что изменения неизбежны. И вселить надежду на лучшее будущее. Вот что нам предстоит в ближайший час. Простите, в ближайшие полчаса я хотел сказать. Итак, кейс номер один. Забыл сказать. Все свои рекомендации я стараюсь иллюстрировать реальными, не чужими, а своими кейсами внедренческих проектов. Итак, застройщик номер... Кейс номер один. Застройщик элитной недвижимости из небольшого российского города. Мой родной Киров. Летом 2009 года. Кто постарше, тот вспомнит. На рынке недвижимости была определенная ситуация. Лето 2009 года. Ваши версии, друзья, кто вспомнит. Буквально за 20 секунд напишите в чат, что происходило на рынке недвижимости летом 2009 года. Кто помнит, кто работал, кто сам покупал, кто продавал, кто слышал и так далее. Рынок рухнул. Совершенно верно. Вот колом стояло. Это очень правильно. Сейчас сформулировал коллега. Все верно. Рынок недвижимости. Вторичка еще худо-бедно дышала немножко, хотя продажи просели в несколько раз. Но первичка, то есть застройщики не продавались по несколько месяцев. И один из моих заказчиков как раз пришел ко мне с таким запросом. Вы знаете, уже целый месяц клиенты звонят, но не едут ни на показ. И все эти 20, 30, иногда 40 входящих звонков, в общем-то, вполне заметная неплохая конверсия для небольшого российского города. Входящих звонков как-то никак не монетизируются. Второй месяц нет ни одной сделки. Что делать? Мы закредитованы, мы производство, мы стройка. То есть еще два месяца в таком режиме, и нам нечем будет отдавать следующий взнос за кредит. И понятно, что как консультант я постарался сначала выдвинуть все нужные версии. Может быть, реклама неправильная, может быть, в рекламу мало денег, рекламы мало никто не видит. Нет, для маленького города полмиллиона в месяц вполне заметные деньги. То есть там вся территория была залита просто этой рекламой этого застройщика. Может быть, трафик, который генерирует эта система, был нецелевым. Обзвонили тех, чьи контакты сохранились в компании. Выяснили, что нет так или иначе в ипотеку, в рассрочку, за живые ли деньги для себя или в инвестиционных целях. Но все равно вот эти 20-30 входящих звонков в день все-таки был целевой трафик. То есть звонили клиенты, настроенные покупать квартиры именно в это время. Вроде бы лето 2009 года. Но в чем была проблема? Понятно, что после того, как мы двигаемся по цепочке действий клиента после рекламы, что происходит? Контакт менеджера по продажам. И мы выяснили, что да, именно на этапе контакта продавца с клиентом и происходили потери. В продажах дорогого, сложного, неочевидного для клиента, много опционального, назовем так, продукта и услуги, не, скажем, невозможно. Нельзя делать одну ошибку, которую как раз допустили продавцы этих квартир. Нельзя сразу отдавать цену. Понятно, что все клиенты слышали, что цены на недвижимость падают. А в это время происходила эта ситуация. И звонили, задавая одним из первых самый главный вопрос. Сколько стоит ваш квадратный метр в таком-то жилом комплексе? Честные менеджеры по продажам отвечали. Столько-то их никто не научил, что нужно хотя бы попытаться перехватить инициативу, хотя бы попытаться заработать доверие в глазах клиента, сформировать статус не продавца, а эксперта по решению его проблем, выявить его потребности, выяснить его стереотипы и сформулировать свое предложение на языке стереотипов и потребностей клиента, и только после этого озвучивать цену. Девочки, может быть, и... Я говорю о менеджерах по продажам. Девочки, может быть, и читали книги о продажах, но как-то никто не довел, что это нужно еще перевести в реальный навык и начать применять в переговорах. И клиент, слышав на свой вопрос, сколько стоит столько-то цифру, не узнавал о том, что входит в эту цифру, какие потребности его удовлетворяются именно этим застройщикам, не узнавал, а то не терял шанс выяснить, что это действительно классное жилье в чудесных локациях, хорошо строятся и так далее. Они работали, этот застройщик, и сейчас работает в таком сегменте средний плюс и в премиум, в премиальном сегменте. То есть цена не их конкурентное преимущество. И в итоге, выяснив, что проблема именно в обработке входящего звонка, мы предложили заказчику, ну, собственно, давайте эту проблему решать. Заказчик согласился, оплатил какие-то консалтинговые наши услуги, мы провели исследование, разработали сценарии переговоров, куда были вшиты правильные технологии продаж, и провели тренинг. Руководитель сказал, девочки, ну, надеюсь, с завтрашнего дня после этого тренинга вы начнете применять эти новые техники. На тренинге у менеджеров по продажам все получалось отлично, в ролевых играх все получалось идеально, все техники прям вот как надо, как тренер обучал. Но, выйдя на внедрение, я вдруг обнаружил, что сотрудники как будто бы не проходили этот тренинг. И в реальных переговорах с живыми клиентами, не в ролевых играх, а в нормальных настоящих переговорах, которых как раньше сразу отдавали цифру стоимости, то есть проделали вот эту типичную ошибку на уровне техник продаж, так и продолжают отдавать цифру. Клиент, получив прямой ответ сразу, столько-то говорил, ой, ну, что-то дороговато, спасибо. Я перезвонил и клал трубку. Я попытался с сотрудниками договориться. Девушки, что такое, почему? И тут-то получил скрытое, так называемое, латентное до того момента сопротивление, которое на тренинге не озвучивалось. Чему вы можете меня научить? Сказал один из менеджеров по продажам. Вы человек со стороны, а я пять лет в риэлторском бизнесе. Никто со мной так долго общаться не будет. Сейчас кризис, всех интересует только цена, заявила мне другая менеджер по продажам. Попутно, пока я рассказываю дальше, отреагируйте, дорогие руководители, одним плюсиком. Если слышали такие же ответы и такие же обоснования своей пассивности, своему нежеланию менять свое поведение от своих менеджеров по продажам. Я не буду на это сильно отвлекаться, чтобы сэкономить ваше время, но я вижу уже, что знакомые обоснования, то есть это типичные, извините за такой термин, отмазки непрофессионалов на тему, почему им не хочется работать по-другому. Я понял, там на второй день внедрения я понял, что с сотрудниками просто договориться не получается, и вот окончание этого кейса я вам дам после того, как мы с вами чуточку проанализируем, а почему же в принципе они сопротивляются любым практически нововведениям, даже если ты как руководитель уверен в том, что это нововведение должно позитивно повлиять и на зарплату этого сотрудника, источники сопротивления. Почему они сопротивляются? Как по-вашему, друзья? Буквально 20 секунд на ответ, не буду слишком... Вот кто ответил, тот ответил. Ваши версии, почему... Так, Елена уже ответила, все менеджеры отдела продаж гуру, компания готова заплатить за них деньги и обучение, им ничего не нужно. Так, находится в зоне комфорта, согласен, неизвестность, страшит, абсолютно солидарен с вами, лень, ограниченность, о, какое замечательное слово, мы крутые, высокое самомнение. Вы знаете, вы прям с языка сняли. Конечно же, с языка сняли. Но если подытожить, я бы первую причину сопротивлений назвал так. Они сопротивляются, друзья, потому что они живые люди. Потому что, например, по исследованиям современных нейрофизиологов, за реакцию на любые изменения в нашей жизни, в нашем поведении, за работу не по шаблонам, отвечает неокортекс, часть мозга, отвечающая за мысли, анализ, творчество, самая молодая часть нашего мозга. Не лимбический мозг, отвечающий за эмоции и чувства, а так называемая рептильная часть нашего мозга. Это наш мозг, отвечающий за выживание, за две всего реакции – бей или беги. Еще говорят, есть третья реакция – замри, но это просто одна из модификаций реакции – беги. То есть, именно в соответствии с физиологией нашего мозга, любое практически изменение, даже в нашем 21 веке, в 20-м году 21 века, мы все равно еще воспринимаем так, как воспринимали наши далекие предки, для которых любое изменение означало смерть или травму. Бродившие по саваннам и любое изменение, ситуация означало нападение хищника, например. То есть, нужно или замереть, или убежать, или наоборот, нападать в ответ. И фокус в том, что в нашем мозге, я общался как-то с нейрофизиологами, с врачами, они говорят, ты знаешь, именно за реакцию «бей или беги» отвечает больше, намного больше центров нервных, чем за реакции «как здорово, что что-то меняется». За восприятие любых изменений как возможностей. И фокус в том, друзья, что любые изменения, чтобы мы не говорили нашим сотрудникам, чтобы им не предлагали в нашей работе, просто физиологически, они живые люди, будут восприниматься в 99% случаев отрицательно, как угроза. Это физиологично, а восприятие изменений как возможностей с радостью – это, друзья мои, мутация. Это исключение. Что с этим делать, я расскажу чуть подробнее. Что еще сказать про наше физиологическое устройство? Любое изменение воспринимается как страх, как угроза. Любое изменение вызывает некий физиологический стресс, состоящий, по данным Ганса Селье, родоначальника науки о стрессе, из трех стадий. Стадия первая называется стадия тревоги, когда в кровь выбрасываются адреналин и кортизол, адреналиновая стадия так называемая. Сердечный ритм увеличивается, кровяное давление, уровень сахара повышается, кровь выбрасывается в мышцы и оттягивается от мозга. Потому что в ситуации, в которой мы миллионы лет, 58 лет человеку разумному, насколько я помню, так вот все эти миллионы лет мы воспитывались на такие реакции, что бей или беги, в это время мы действуем только на шаблонах, на стереотипах, на привычках. Мост в таких ситуациях только мешает. Поэтому, когда происходит стресс, настоящий, неожиданный, то есть сотрудники не готовы к извещению о том, что он увольняется, сотрудник не готов к тому, что его ставят перед фактом, что его зарплата снижается, сотрудник не готов к тому, что он переходит на холодные звонки от простеньких теплых ходящих звонков и так далее. И первое какое-то время, как правило, от нескольких минут до нескольких часов, он абсолютно не готов разбираться в ситуации логично и рационально. Фаза тревоги оттягивает кровь, снабжение кровью и кислородом от мозга в мышцы. О чем я хочу сказать? А разговаривать мы с ними пытаемся, ставя их перед фактом изменений, когда они еще не прошли эту стадию. Вторая стадия – противостояние, когда парасимпатическая нервная система пытается вернуть организм в норму, снижается уровень кортизола в крови, частота сердечных сокращений и артериальное давление начинает возвращаться к норме. Именно на этой стадии сотрудник начинает разбираться в ситуации рационально, и с ним уже можно разговаривать как со взрослым человеком. Если мы озвучили какое-то изменение и видим, что у сотрудника расширились зрачки, он краснеет или наоборот сильно бледнеет, его дыхание ускоряется, учащается, и мы видим по его мышечным движениям он или закрепощается, то есть его жесты резко сокращаются, или наоборот, если речь идет о норадреналиновой реакции, он переходит в наступление, щеки становятся красным, с ним не надо в это время разговаривать сознательно, и логично, он не готов. Нужно подождать, пока он перейдет этот этап. Возможно, чаем напоить, возможно, дать ему выплакаться или поругаться, но ни в коем случае не обсуждать, пока он в таком состоянии. Что еще делать? Прогнозировать сопротивление любым изменениям как естественную, и, скорее всего, обязательную реакцию в любых изменениях. Включать пункт преодоления сопротивлений и вовлечения персонала в план проекта изменений, но и обсуждать серьезные вопросы только после прохождения стадии тревоги. Подробности потом, когда у нас с вами будет возможность обсудить проект. В той ситуации, которую я начал описывать, генеральный директор управления капитального строительства «Авитек» город Киров, на тот момент генеральный директор, сейчас он не работает в этой компании, но на тот момент был в 2009 году, Алексей Михайлович Лопаткин работал генеральным директором этой компании. Мне на третий день внедрения стало понятно, что у меня не получается убедить этих сотрудников. Я пришел к нему в кабинет и сказал «Алексей Михайлович, что-то надо делать». Да, вы инвестировали, я предоплату взял, но сотрудники просто не применяют этих технологий. Я с ними и мытьем, и катанием, и добром, и уговорами не работаю. Что делать? Я никогда не видел Алексея Михайловича настолько жестким и твердым, как в этот момент. Он обычно очень мягкий и добрый человек. Он вышел в этот отдел продаж и сказал примерно следующее. «Девушки, у нас второй месяц не единой продажи. Мы заплатили деньги консультантам. Назовите мне хоть одну, один повод держать вас на работе дальше». Сделал паузу. И после этой паузы, такой тяжелая была пауза, тяжелое молчание в течение, наверное, 10-15 секунд, сформулировал фразу «учить и применять». И после этого спокойно ушел в свой кабинет. Я сидел еще на внедрении два дня, и первый день, я думал, у меня выпадут остатки волос от косых взглядов этих сотрудников. С негативной интонацией, с косыми взглядами. Им было очень неприятно, но они начали применять техники, которым мы обучались во время тренинга. И вдруг по итогам первой недели, то есть на третий день внедрения, после третьего дня внедрения я вышел из проекта, дальше уже держал контакт дистанционно. Вот, как говорится, на сколько времени пригласил клиент, настолько я и работал. Но по итогам этой недели я получил звонок с захлебывающимися позитивными эмоциями, удивленными эмоциями от той самой девушки, которая говорила, чему вы можете меня научить. «Алексей, мы сгенерили 50 показов». У нас на следующую через неделю, на следующий в понедельник, у нас 20 сделок в работе. Ничего себе. То есть по итогам первой недели работы они продали 20 элитных квартир в неделю без демпинга и распродаж, то есть на нормальных коммерческих на тот момент условиях. О чем я хочу сказать. Второй источник сопротивлений нашим нововведениям я назвал так – настоящих буйных мало. Сотрудник прекрасно чувствует, насколько готов руководитель идти в этом проекте до конца. Что такое до конца? Внедрить этот проект, несмотря на любые персоналии. Насколько он продумал этот проект. Играется он в этот проект как в эксперимент. Вот думаем, внедрить сработает или нет. Или действительно уверен в своих действиях. И сразу, моментально прекращает манипулировать руководителем, как только чувствует, что руководитель действительно для него важнее внедрить изменения, чем удержать сотрудника. Ужасные циничные вещи я сейчас говорю. Извините, я думаю, здесь присутствуют и рядовые сотрудники. Уж извините, коллеги, не обижайтесь. Я говорю сейчас в первую очередь с руководством. Даже с вашим, которое здесь присутствует. Что делать? Быть готовым идти до конца и демонстрировать, мы говорим о коммуникациях, коммуницировать эту готовность вслух. Быть при этом последовательным и настойчивым. Не давать себя продавливать. И вот важный момент, слушайтесь, дорогие руководители, не пытаться выглядеть хорошим. Невозможно. Я регулярно это наблюдаю, особенно среди руководителей среднего звена. Сверху спустили какое-то изменение, которое ты должен транслировать своим сотрудникам, подчиненным. Как хочется выглядеть демократичным, хорошим. Я же вчера был таким же, как они. Я же с ними дружу. Я же играю в эту дурацкую команду образования. Команда образования – это чрезвычайно вредный для бизнеса процесс. Если вам кто-то из коллег моих будет вам рассказывать сказки о том, что надо заниматься тимбилдингом, сплачивать сотрудников, вот больше вреда я не знаю для бизнеса реального. Это мешает реальным продажам, реальным сделкам, реальным бизнес-процессам. Но об этом в другое время. Наверное, сегодня на вопросы готов ответить, но не сейчас. Да-да-да, Свет, почитайте на моем сайте, кое-что об этом есть. Не пытаться выглядеть хорошим, потому что любые изменения – это всегда вмешательство в некий статус-кво. Вы всегда будете плохим, если будете настаивать на изменениях. Быть к этому готовым, дорогие руководители. Так, короткая презентация. У меня уже не остается времени. Да, про продажах с 95-го года, в обучении консалтинга. Там клиенты, топ-20, лауреатство в премиях и так далее. И тому подобное. Кому интереснее, на сайте зайдете, посмотрите регалии. Третий – источник сопротивлений. Недостаток информации. Я регулярно наблюдаю у русскоязычных заказчиков, работаю и с Россией, и с Белоруссией, и с Казахстаном, с Арменией. Тут в марте начал работать. И с Украиной. Я уверена, что мы, руководители, можем между собой вполне хорошо договориться, о чем будет проект изменений, зачем он будет нужен, из чего, из каких элементов он будет состоять. Но мы почему-то, черт возьми, забываем об этом сказать сотрудникам. Мы почему-то ставим их перед фактом о том, что с завтрашнего дня они живут по-новому. И почему-то удивляемся, получая совершенно закономерное сопротивление людей, которые в полном соответствии со своей биологической природой. Об этом я говорил чуть позднее, чуть раньше. Получаем сопротивление, получаем страхи просто потому, что ты недооценил вот эту реакцию. Ты на нее не заложился, как планировщик этого проекта, как руководитель. Что с этим делать? Ну, конечно же, задуматься. Вот прям три жирных галочки поставить. Для того, перед тем, как озвучивать сотрудникам проект любых изменений, нужно продумать процедуру и инфраструктуру коммуникации с сотрудниками до, в процессе и даже после окончания этого проекта. Возможно спланировать планерки какие-то, систему планерок, оперативок, рассылок, форумов. Если вы IT-ориентированная компания, как Bittrex24, наш сегодняшний организатор, продумать, какое количество раз в неделю будет проходить рассылка, в каких группах там в этом Bittrex24 в проектах будет проходить регулярная отчетность о том, как идет проект изменений и так далее. Важно это делать. Да, я вижу, коллега, что осталось 10 минут. Поэтому важно на это заложиться и спланировать эту инфраструктуру. Четвертый источник сопротивлений. Мы делаем, занимаемся спам-внедрением. Мы ставим людей перед фактом абсолютно их внутренне, психологически, не подготавливая к изменениям. Они, любое изменение, это всегда боль. Так, я вижу, коллеги-администраторы загрузили PowerPoint и съехала верстка и цвета. Надо было PDF. Жалко. Ну ладно. Что делать? Подготовить плацдарм заранее. Кейс номер два. Как-то пришел завод с такими словами. Алексей, мы никак не можем убедить нашу молодежь идти вверх по должностной лестнице для замены уходящих на пенсию мастеров и начальников цехов. Молодежь демотивирована, не хочет расти. Слесарями зарабатывают больше. Что делать? Еще чуть-чуть и нам некем заменять выходящих на пенсию ветеранов. Генеральный директор был уверен, что ничего у них не получается. Но, как известно, про консультанта по внедрению зовут, когда уже вроде, как в старой поговорке, поздно пить боржоми уже, когда почки сели. И печень села, то есть, когда уже поздно что-то внедрять. Ну, окей, ладно, давайте попытаемся что-то изменить. Мы предложили им проект под названием «Конкурсы школы кадрового резерва». Они согласились. И мы до того, как озвучить официально эту часть, то есть этот проект, мы целую неделю занимались запуском слухов, непрямым пиаром этого проекта. Неизвестные люди для сотрудников приходили на завод, нам выделили кабинет рядом с кабинетом генерального директора. Мы приглашали неформальных лидеров, личности которых выяснили через молодежный комитет. Приглашали к себе пообщаться. Они приходили, мы с ними за чаем общались минут 15. Спрашивали, слушайте, ну как вам работать уже три года на этом заводе? Как вы расцениваете свои перспективы? И вообще, как по-вашему, что здесь происходит хорошего, что плохого? И просто представлялись, но не объясняли смысла своих вопросов, зачем это делалось. Они даже периодически спрашивали, а зачем вы нас об этом спрашиваете? И мы, вот так приняв таинственный вид, говорили им, ну скоро вы все узнаете. И отпускали в таком подвешенном состоянии, сформировав на языке психологии так называемый незаконченный гештальт. То есть действие, которое началось, намерение, которое началось, но не закончилось, не было удовлетворено. Отпускали работать. Представляете, я думаю, вы понимаете, что происходило уже 10 минут, когда он приходил в цех в курилке. Понятно, они начинали обсуждать друг с другом эти ситуации, то есть энергия требовала реализации какой-то, тот самый незаконченный гештальт известный. И мы добились того, что по заводу поползли слухи, и за неделю они начали совершенно интенсивными. И когда через неделю мы организовали официальное начало конкурса, то есть вечер открытых дверей, мы получили вместо полутора коллег из молодежного комитета, как думал генеральный директор, мы получили 90 посетителей на этот конкурс. И генеральный директор стоял и, открыв глаза, видя, как зал, рассчитанный на 50 человек, зашло, упихалось как-то 90. Мы провели презентацию проекта, с этого проекта на первую волну конкурса записалось 60 человек, и мы с ними работали еще 4 месяца. И в итоге, там, через полгода на день машиностроителя на этом заводе, на этом заводе мы там со сцены награждали пятерых, которые уже выбраны были мастерами. И было еще 30 человек, которых мы будем там готовили дальше, и завод продолжал готовить в кадровый резерв. О чем я хочу сказать, друзья, с лидерской структурой, перед тем, как озвучивать любое изменение, важно рассчитать так называемую лидерскую структуру группы и работать с ней. Не формальных лидеров, на кого группа ориентируется, когда, ну, например, в любом коллективе формируется вот эта структура. Есть формальные лидеры, бригадиры условные, начальники, супервайзеры, старшие менеджеры по должности. И есть люди, которые, свистнув народ, пошли в субботу в волейбол играть. Ух, как до карантина реально меня привлекают. Коллектив именно за этим человеком шел. Это те люди, вокруг которых кучкуются сотрудники в курилке и за чаем, и так далее. То есть почитайте групповая динамика, как вычислить неформального лидера. Несколько, пару подсказок я вам дал. Их нужно вербовать, привлекать к разработке, сделать частью своей команды изменений. Также в любом коллективе будут антилидеры обязательно, любого вашего проекта, самого простого и самого сложного. Антилидеров мы тоже стараемся привлекать, вербовать. Если не получается, правда, рекомендация увольнять. Потому что любой антилидер, если мы не сумели с ним договориться, будет работать против вас. Иногда его польза намного меньше, даже если на него подвязаны ключевые клиенты, чем вред, который он принесет. Что еще делать? Ставить слухи под контроль. Расскажу ужасающий, циничный кейс. Не мой, слава богу, я не люблю работать такими методами. Но вот коллеги рассказали, как они внедряли изменения в одном из кризисов в 2014 году. Ситуация. Грянул кризис, производственное предприятие, и компания резко оказалась в ситуации, во-первых, отвалились свои внутренние клиенты. Во-вторых, вдруг резко открылся рынок России. Ну, то есть это одна из стран СНГ была. То есть тут у своих производителей начались проблемы. То есть что-то нужно делать. С одной стороны, нужно сделать так, чтобы сотрудники начали работать в два раза больше. С другой стороны, денег у компании не очень много. Что сделала компания? Неделю в офис приходили неизвестные люди в черных костюмах. Заходили к генеральному директору, финансовому директору, коммерческому директору. Топ-менеджмент через какое-то время с нервным лицом напряженным приходил в курилку и в столовку. Нервно отпавил себя чаем и трясущимися руками откуривал себя сигаретами и ни о чем не рассказывал. Понятно, что сотрудники прекрасно это все наблюдали. Через какое-то время ползли слухи. Но понятно, какие слухи. Они всегда в негатив идут. Ага, нас закрывают. У нас рейдерский захват. У нас какая-то проблема. У нас, то есть все. И как только HR отследил, что сотрудники начали раскидывать резюме по HeadHunter, было проведено вообще собрание, где вышел генеральный директор и сказал, и поступил по принципу старого анекдота. Помните, там приходит клиент в публичный дом, и к нему заходит одна девочка. Ужас, ужас, ужас. Кошмар, кошмар, кошмар. Вторая кошмар, кошмар. Третья кошмар, кошмар. Наконец, там после пятой сама мадам заходит, проверить, что там происходит. Выходит через какое-то время, поправляя прическу. Ну да, наверное, ужас, но не кошмар же. Вот генеральный директор поступает по тому же самому принципу. Друзья, вы знаете, в России кризис. Упал доллар, и это повлияло на нас. Мы потеряли часть клиентов, но при этом открылись огромные возможности. Мы целую неделю проводили мозговые штурмы. Чтобы выжить нашей компанией, нам требуется сделать то-то и то-то. Во-первых, нам нужно сократить половину персонала. Это вариант первый. То есть так я сказал и сделал паузу. Но есть другой вариант. Мы очень не хотим вас терять, тем более, что у всех семьи. У нас есть другой вариант рассказать, после чего сотрудники, ну, конечно, расскажите, как обойти без сокращения персонала. Все напряглись. Вы знаете, мы рассчитали проект. Мы проводили целую неделю мозговые штурмы. Во-первых, нам нужно на 30% снизить зарплату на 4 месяца. Это позволит нам высвободить средства для захвата новых рынков. Во-вторых, нам нужно внедрить новые технологии продаж. Внедрить CRM, внедрить скрипты, перестроить структуру работы с клиентами. И весь отдел продаж на месяц перевести на холодные звонки. Друзья, вам принимать решение, сказал генеральный директор. Дал, сделал паузу 15 минут и догадайтесь трех раз, какой вариант из этих двух выбрал коллектив. Друзья, судя по появлению Александра в эфире, мое время закончилось. Я не все успел, хотя очень старался, но я думаю, у меня будет возможность. У меня есть пять минут, Александр, на ответы на вопросы? Три минуты осталось. Три минуты. Друзья, начал, не закончил. Извините, вот такой незаконченный гештальт у самого сейчас хочется закончить. Давайте вопрос. Ну, может быть, я тогда, если нет вопросов, просто по теме эти три минуты, уже две с половиной. Да, да, да. Отлично, хорошо. Слухи, дело нужно ставить под контроль. Они возникают всегда, как бы вы с ними не боролись. Если вам где-то в западном МБА, условно, сказали, что со слухами менеджер работать не должен, он должен их подавить, но вот эта идеальная картинка, но она, к сожалению, на русскоязычном пространстве, сколько у меня ни было проекта с 2000 года, работаю в консалтинге, внедрении, не бывает, слухи возникают всегда. Эффективнее возглавить, тут самый, помните, комсомольский принцип, возглавить и управлять. Сайт урванцев.инфо, покажу контакты чуть позднее. И очень важно, любые изменения, которые вы будете презентовать, показывать как лекарство от более серьезной опасности, работать на контрасте. Алексей, у нас время завершилось. Спасибо вам большое за столь подробный, интересный рассказ. Все вопросы, которые сейчас еще появятся для вас, мы, надеюсь, озвучим уже под завершение. Насколько я понимаю, в 12.40 меня ожидают для ответов на вопросы на какой-то ваш сбор. Разрешите, я сейчас просто пролистаю остаток, здесь будет довольно много. Ну, во-первых, сразу делаем скриншот. Друзья, буквально несколько секунд. Кто хотел бы получить в подарок презентацию мастер-класса, чек-лист для руководителей, как самому принять изменения, чтобы транслировать их подчиненным и серию статей по организации продаж, техникам работы с возражениями. Очень просто. Делаем скриншот вот этого слайда и пишем на этот e-mail, даем ту информацию, которую я написал. Раз, два, три, четыре, пять. Сделали скриншот. Молодцы. Алексей, спасибо большое за ваше выступление. Спасибо за полезную информацию. Ну что ж, друзья, мы продолжаем, потому что у нас тайминг очень жесткий. Конференция продолжается. И хочется напомнить, что по-прежнему с вами. Меня зовут Александр Грин. И нужно немножко отвлечься от серьезных вопросов тем, которые нас погружают...